Всем привет, друзья, с вами VJDream. Надеюсь, вам понравится данное видео, и вы поддержите его лайком и комментарием, мне будет очень приятно. А также заглядывайте на стримы. Все необходимые для этого ссылки в описании под видео. Подписывайтесь и берите всё самое необходимое и самое вкусное. Желаю приятного просмотра. Поехали! Собрано. 110 еды. 193 древесины. В следующий раз мне надо возвращать отряд обратно, потому что у меня пиздец будет. Так, робот идёт спокойненько сюда. Угу, у меня надежда на дерево. Ну вот сейчас лесопилка как раз будет достраиваться. Через 4 часа они, по идее, пойдут. Дойдут до места, и я к этому моменту пошлю их обратно, чтобы они древесину привезли. И за эту древесину буду строить лесопилки. Других франтов у меня просто нет. Хорошо, что я хотя бы успел построить некоторое количество вещей, пока не настал лютейший пиздец. Пиздец, конечно, настанет, но всё-таки, всё-таки хоть что-то я успел. Огромный, кстати, блин. Такой стимпанк между врачами. Смотри, он подзаряжается. Он подзаряжается и жрёт уголь, который сам же добывает. Ну, конечно, он жрёт его меньше, чем добывает. Учитывая то, что он 24 часа в сутки его добывает, это всё-таки полезная вещица, в любом случае. Как играть сейчас, скажи, кайфовая. Прям реально, прям очень прикольная. Так, своевременное вмешательство. Сэр, ребёнок взорвал... Взобрался на генератор, подскользнулся и упал. Но, к счастью, его успели схватить патрульный из отряда охраны порядка, оказавшись неподалёку. Затем... Блей, такое бывает, пипец вообще. Жизнь затягивает, я согласен. Затем патрульный отвёл ребёнка к матери и долго беседовал с обоими. Комментарий обязательно очень важен на ютубчике. Всё могло закончиться переломом ноги или чем похуже, если бы не патрульный, сказал их сосед. Хорошо, что я тут поставил эту штуку, пипец. Ну, кстати, больницы ещё более-менее справляются. Более-менее. Прям ничего очень критичного нет. Всё, знаешь, на такой грани, грани, грани висит. Прям еда и всё, сука, всё прямо люто на грани висит. А, он за раз собирает всю хреновину? Люто робот работает, я должен вам сказать. Если доживёшь до лесопилки, то, может быть, не всё потеряно. Очень сильно надеюсь, что доживу. Так, исследовать. Беглец из Винтрухоума, человек, которого мы заметили и издали, нигде нет. Обыскивая его укрытие, мы нашли дневник учёного, бежавшего из Винтрухоума. Когда в городе наступил голод и воцарился хаос, тамошний глава капитана армии провозгласил себя абсолютным правителем. Он пытался восстановить порядок силы, и множество недовольных покинули город, а большинство осталось... ...восстали против него. Батайная пещера. Забрать ресурсы. Назад в город, пацаны. Назад в город. Один день. Один день до возвращения. И три дня до этих человек. 20 человек и эти. Так, день 13. Чат, ну мы должны продержаться один день 13 часов. Источник ресурсов. Остальные обломки истощён. Пока собираем всё, что есть здесь оставшегося. Пока берём другие ресурсы. День без хавки. Они ночью привезут ещё еды. Рабочие. Некоторые наречения, видишь? Ну, я говорю, ничего прям люто критичного, к счастью, всё-таки нету. Я очень вовремя поставил все обогреватели и прочее, поэтому всё более-менее вполне себе сносно. Да вот серьёзно, знаешь, вот прям на грани, но всё, в принципе, неплохо. Очень хорошо, что у меня температура нормальная, риски приемлемые. Ну, очень низкие из-за болезни. Это очень хорошо, прям очень, очень хорошо. Иначе всё, был бы пиздец прям сейчас вот тотальный. Вообще без вариантов. Ну, я поставил вышки вовремя. Голодных немного, но... Сейчас они привезут ресурсы. 200 еды и так далее. Это всё-таки нам поможет. Как понять, фулл умирал? Так, это церемония. Похорон. Хорошо, что я сделал эту церемонию похорон, поскольку надежды падают совсем чуть-чуть, благодаря тому, что есть эта церемония. Так, эти уходят на охоту. Охотники. Голодные есть. Сырая еда. Больных одна штучка всего лишь. Причём тяжело больных ноль. Голодных много. Но сейчас день надо продержаться, еда доступна будет. На кладбище начинается похоронная церемония. Не, меньше десяти людей у меня ни разу не было. Между прочим, красивый город, да? Ну, если так посмотреть. Так, на лечении двенадцать. На палеотивном лечении ноль. Голодных три, но сильно голодных нет. Больной один. Ну, в общем, всё пока что более-менее. Лондонцы единственное, что могут съебать, конечно, но... Сейчас я очень сильно надеюсь на ребят, которые придут. Они должны успеть прийти по-любому. Ряды лондонцев продолжают пополняться. Это очень плохо. Голодных три. Но еда сейчас будет. Скоро, прям скоро-скоро. Так. Лечение тяжело больных. Один из наших тяжело больных... Один из наших тяжело заболел. Если вы... Закон о радикальном лечении, короче. Я понял. Ну да, блядь, и будет повышаться, сука, недовольство. Она мне вот охуеть как надо, да? Так, чрезвычайная смена мне сейчас определенно нельзя. Пищевые добавки супец. Немного понижает. Рецепт надежды уменьшается. Ну а хули поделать, блин? Кушайте опилки. Ну и об вашу медь. Сейчас главное, что 50 температур не въебали тебе. Блин, ну это... Тут много чего надо. Неужто опилки самая безопасная? Опилки в хлебе? Ну, блядь, а что вы хотели? Но опилки не настолько плохого. Войну я не такое жаль, ну серьезно. А у вас сейчас положение не лучше, чем в войну, если так подумать. Блядь, пять человек просто сидят на вышке. Типа надежды им повышают, но все такое. Но, конечно, блядь, пять человек просто так сидят. Очень сильно напрягает. 21 час. После этого сразу стоит строить лесопилку. Сразу, мгновенно. Чисто благодаря этому роботу нам хватает угля, блин. Если бы не этот робот, был бы лютый пиздец. Еда вообще на грани. Блядь, все на грани, зараза. Все на лютой грани. Недовольства, между прочим, при этом нету вообще. Хоть что-то я смог сделать. Так, чтобы прям вах-вах. Голодных уже достаточно много. Сильно голодных пока нету. Но, по идее, они должны успеть прийти, и как раз голодных не останется. Это очень хорошо. Дерево как только привезут, улетит все сразу, да. Но я сразу же буду делать лесопилки. Голодных пиздец как много, смотри. Очень сильно. Очень сильно много голодных. Прямо жутко. Они скоро будут сильно голодными, но не успеют. Не успеют. Десять часов они должны настолько сильно проголодаться. Народ голодает. Накормим их. Мы их накормим, братан. Накормите всех голодных. Ноли с двадцати. Десять часов осталось. Сейчас накормим. Они привезут еды. Двести. Это хорошо. Это хороший результат. Давай, давай, давай. Мудрость толпы. Да все успеем. Должны успеть. Как раз еще охотники придут к этому времени. Еды хватит на всех. Ну, реально, прям должно хватить на всех. Ля, робот жуть выручает. Он просто не дает углю опускаться, даже несмотря на все это барахло. Если бы не он, это была бы пиздец жопа. Потребление угля гораздо выше. Это очень дико. Мы уже все собрали. Абсолютно все. Жуть. Жуть. Жуть, блядь, жуть. Жуть. У нас вообще все заканчивается. Мать твою. Сейчас сразу делать уголь лесопилку мгновенно. Иначе у нас будет просто жопа. Все, у нас ничего не останется. Мы ни хера не можем добывать. Вот эти чуваки, это наша последняя надежда, блин. Дай пожрать, пишет чат. Сейчас, сейчас. Это, короче, чат. Да, я пытаюсь вас спасти, да? Дозорные башни. Построить две дозорные башни. Еще одну надо построить? Ты издеваешься и так уже три построил. Блядь. Сейчас, сейчас, сейчас дам пожрать. Сейчас. Сильно голодных даже не появилось. Фу, все, хамайте, 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 блин. От души душевно в душу хавайте. Фух, ты ж, ёкал, эмэне. Вот это жесть. Вот это жесть. Фух, ты ж, ёкал. Маленький. Да, ты ж, ёкал, эмэне. хорошо ху 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 порядок ну что сделать надо сделать еще одну башню и есть у меня варианты все накормлено голодающих больше не будет так отряд ожидает давай немножко ближе вас сейчас запущу чтобы вы быстрее все расследовали мне пока нужно близлежащие территории сделать может быть охотников еще ресурсов человеческих не хватает на охотников вот в чем проблема но нам придется к сожалению скорее всего да запас еды пополнился это очень хорошо лесопилки и прочие вещи я не знаю где будут брать столько людей на все это если честно так угли пока хватает еще один как раз угледобывалку дели сапилки фух так хорошо надо стальную штуку стали не застали этот завод делать изучать но ресурсы человеческие ты понял людей не хватает а как по-другому назвать человеческие ресурсы по сути на очень прикольная расскажи прям охуенная вообще лютого ху я наверх так кухня нам 1 пока хватает всего хватает давай на максах построить и укомплектуете две вышки дохер ли они свалить хотят норм же все но это же люди ты же понимаешь они такие блин жизни своей люди ёбаный врач чё с них взять вообще надежда растет как вы пообещали дожорные башни были построены и комплектованы для поддержания порядка в городе надежда растет слава яйком ёпту иметь так цель найдите способ справиться с недовольством и вернуть надежда охренеть так утренний сбор мы будем собираться каждое утро чтобы убедиться что цель и задача этого дня поняты каждому утренние собрания да немного увеличивают надежду надежда немного вырастет хорошо так что это такое нужно будет построить два стражевых поста недовольство немного вырастет давай утренние собрания почему нет надежда растет блин я вообще в шоке это очень тяжело но это так круто бляха играл офигенно вообще просто мое почтение она хуенная скажи она реально хуенная прям вообще она лютейший крутая так лесопилка поехали лесопилка поехали так больше нет у меня людей которые могли бы тут участвовать но ладно наверное много людей на лесопилку потому что мне угли то тоже нужен робот конечно сейчас справится с этим углем но все же даже спрашивать не буду что робот сейчас делает а подожди ты тут робот еще и строит лети на херен и вообще робот это просто офигенная штука которая люто помогает рабочие будут собирать древесину не граничит с улицей это понятно нужен еще один веришь я так понимаю их находить то проблематично блин я не очень понимает хорошо то что она не граничит с улицей или плохо я не особо то и улицу тут могу построить вот в чем проблема так давай вот так экономика хорошо это важный момент чтобы значит на ограничивалась улицей на хорошо вот так хорошо их строить можно в конце она увидишь но то что я нашел этого это очень круто конце говорят можно строить склад ух ты ж мать твою как тяжело у меня нет людей куда мне еще охотников посылать но у меня сейчас через день еще придут люди кстати они пойдут в охоту с огромным трудом чатно мы все-таки пока что держимся но с огромным трудом это очень нелегко я ведь правильно лица пилку поставил все хорошо улица прокладывается потому что сейчас сбора никакого нету так изучение технологии завод хорошо завод по производству стали ресурса горячим так вот хорошо хорошо фух я повторяю все одна ошибка и все и пиздец всему прохождению сложно я согласись играть жесть так как раз завод дорога к нему будет проложена хорошо разведчики достигли цели посмотрим что у нас здесь исследуем судьба забытых среди того что осталось от экспедиции было много ценных припасов осматривая ящики разбросанные в снегу сломанного транспорта мы обнаружили тела они были сплетены в единый замерзший клубок будто умирая люди пытались найти друг друге хоть какую-то частичку тепла мы не можем ничего сделать для них и даже похоронить жуткая пещера забрать ресурсы хорошо ресурсы ресурсы собираем ресурсы эти ребята которые вы сейчас собирают ресурсы они нас выручили один раз уже просто лютейши просто вот благодаря тому что они там собирали ресурсы и они у меня были эти ребята я смог выбраться из этой жопы иначе пиздец потому что если бы они не пришли бы даже не смогли сопилку построить охереть вообще видишь людей везде неполное количество и мне еще сейчас надо будет вот сюда поставить 15 человек но здесь у меня хоть все более-менее приемлемо но если сейчас останутся морозы минус 50 и прочее хорошо будет в минус 60 я вообще понятия не имею как выживать в этом в этом говне придется тут угледобычу надо наверное ставить на полную опять же а когда кончится вот этот весь уголь что мне тогда делать или этот уголь бесконечен как вариант просто здесь явно ресурсы ограничены да а вот здесь есть уголь если чё генератор улучшай это делается вот здесь да как улучшается генератор отопление улучшение генератора чертеж давай нам надо это делать шахты есть ага как шахта обозначается где находится шахта как она работает я вот не понял отсюда я получаю отправить отряд он поста и поставить а вам пост как здесь поставить вам пост я не понял он уже работает потому что или не работает не помню блин это фигово просто этих моментов я не знаю соответственно будет очень тяжело по незнанию пытаться разобраться сейчас кстати про будут люди мне надо построить для них дома сразу чтобы они не кричали о том что им тут лютая жесть давай прямо вот здесь раз возле вышки хорошо древесины и прочее сейчас будут все добываться как-то откроется бесконечный уголь а я понял хорошо то есть до этого момента мне надо быть к этому готовым а я понятия не имею когда этот и где этот момент вообще будет и как он будет пиздец конечно если честно потому что надо быть к этому готовым а я знать не знаю жесть ладно но смотри город у меня уже такой прям становится большой парнишка ты куда идешь а это наверное аванпост я понял видите у него ружье он за порядком следит так больных тяжело больных один голодных но и дата у меня вроде бы еще вы голодаете надпись на стене капитан кто-то осквернил стены надписями об ужасной судьбе ожидающий город это вызывает беспокойство все и так боятся что мы разделим участь винтер хаоса у страха глаза велики пусть стражник ее сотрет конечно надежда упала из-за этого в смысле бы эти остер надпись надежда упала заебись вы чё ребят какого хрена так но больные лечатся помаленько потихоньку голодающие не прямо чего не голодает учитывая то что и да то вообще то есть чего партий смотри я могу выбирать обычная еда либо каши из опилок каши из опилок это получается производит 6 из 2 а это производит 4 из 2 то есть еды становится больше но туда добавляют опилки но ёпту иметь а чё поделать сейчас эти пацаны придут и я их сюда отправлю будет охотники и и готовить надо не только они готовятся и все же хорошо просто не с чего пока что сейчас охота давайте охотники придут и сейчас новые пацаны придут и их сюда пошли охотников будет больше температура падает оу е до температура упала минус 40 зашибененько а есть смысл ставить вот эти штуки там где лесопилки и прочее чтобы люди которые работают в этих местах не замерзали или в этом нет никакого смысла кто в курсе чат может быть таким способом будет теплее они не будут сильно жаловаться или это так все равно не работает но здесь у меня все еще более-менее прохладно но не пиздец поэтому генератор я изучаю я так зимой живу охуели минус 40 не но это еще обычная температура более-менее ну как это еще вполне сериальная скажем так температура но я насколько знаю тут будет и нереально типа говорили минус 150 потому что здесь же наступили именно какие-то лютые холода необычные то есть минус 150 это пиздец не переусердствуй ну да это же уголь жрет да просто здесь видишь у них тоже холодных холодно есть риск заболеть то есть это не очень круто на самом деле но да если при усердстве уголь же будет жраться неимоверно сильно в этих местах прям пипец вообще так но хорошо добывается 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 хорошо но угля все равно расходуется больше чем больше чем 80 в день древесины угля блин 302 в древесине расход 360 факт уголь расходуется очень 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 жестко так хорошо новый закон так цель найдите способ справиться с недовольством и вернуть надежду адаптация находите способы борьбы с голодом болезнями и апатии адаптация я за адаптацию так чрезвычайная смена подожди а тут тогда что цель бля цель мне нравится больше по 100 там так бригадира назначение ответственного за производство позволит но раз мы идем короче говоря по такому пути дисциплины и прочее наверное так и будем идти цели дисциплины и так далее то есть надо дать людям цель минусов пиздят минус 80 край 100 но это все равно очень много минус 80 я не думаю что где-то в реальности есть минус 80 листов ци я уверен что нет минус 60 65 еще там я знаю бывает но минус 80 стоят и пиздец я не думаю что какой-то есть в реале назначение ответственного за производство позволит максимально повысить эффективность труда новая возможность бригадир повышает эффективность рабочих мест поблизости на 40 процентов на 24 часа давай почему нет а как работает бригадир где он а вот он понял бригадиры нужно обеспечить едой но хорошо я понял это мы оставим наверное на те случаи когда наступит тотальный глобальный пиздец который просто будет решать нас угля и мы вот эту хуйню ебанем для того чтобы на 40 процентов быстрее и больше это будет разумным решением это будет наша подстраховка да это разумно так как раз мы сейчас тепло изучаем у нас точнее следующее будет тепло еда есть хорошо пацаны скоро дойдут до места для этой игра меня люто затянула я честно признаюсь прям жесть очень приятно в ней играть так лагерь исследовать замученный голодом американцы в лагере американцев было вдвое вдоволь всего кроме еды обыскав палатки мы обнаружили жертв холода большинство из них были старые но искусно выполненные протезы каждый каждый символом компании tesla manufi чуринг к мы можем лишь похоронить их и взять снаряжение обнаружено временное поселение забрать ресурсы конечно считывая эту ситуацию в мире вы чего конечно же собирать ресурсы давай заняться затекает пиздец 23 лондонца уже ой я понимаю что поделаешь след них уверенности надежда но опять же блять селе от них уверенности надежда а ничего что когда она вселяет них уверенности надежду каким-то способом сукам не надо еще сюда пять человек выделять придурки кремоны уверенность блять и надежду сука вы что жить не хотите что ли сейчас вот-вот уже люди придут 70 80 градусов есть вроде но нет я не слышал про 80 65 я слышал но до 80 в реальности имею виду по моему такого нет не уверен очень сильно не верен так древесина кстати хорошо идет с лесопилками прям очень неплохо так ты парнишка все еще собираешь уголь да это очень хорошо но это кстати единственная куча угля который осталось я уже все собрал что только можно было он так далеко еще не раз не заходил так что молодец 3 катка я уже чему-то даже научился все-таки ей стример не идиот и дари мышка умный так но больных видишь чат мы еще справляемся у нас конечно не хватает мест но ничего критичного с количеством больных у нас нет это очень хорошо можно поставить еще одно но у нас видишь у нас народу не хватает поставить еще одно что толку бы от этого изучена технология лично то есть поставить там и поставим а где мы людей на это возьмем получение генераторов время 8 часов при скорости исследования 100 так увеличение радиуса генераторов нам надо и то и другое поэтому берем берем пока что улучшение а потом радиус хорошо отлично отлично нам теплее будет так изучена технология чертежные доски хорошо 16 человек что такое а это как раз эти до города добрались выжившие до начала до нашего города дошла группа выживших они истощены им нужно отдых и еда и возможно врачебный уход сами они при этом готовы помочь нам всем чем могут бля пацаны вы вообще вовремя вот сюда вы и пойдете голодные накормлены почти все голодные получили еду и какое-то время будут довольны своей жизнью надежда растет еще бы вы блять не были довольны своей жизнью мать вашего в самом шикарном сука городе на планете единственный так что не пиздите вы 15 человек как раз сюда они будут добывать нам еду у нас будет больше еды больше людей правда но и больше еды одновременно поэтому все хорошо все отлично хорошо хорошо пап приемлемо очень низкий риск заболеть кстати в парке прямо великолепно вообще то есть в пабе можно жить не тужить вообще бухать там нормально там тепло и хорошо я без высших играла иногда одну ставил у голодных у нас к счастью нет есть больные опять же но в принципе как и воров плитык но вот опять же если мы больных сейчас вот тоже такая двоякая хрень вот как вот больных щас лечить где я возьму бляха возможности включения где возьму людей которые будут выключить а пока ладно пока у нас нету критичности с больными так что наверное можно забить на это что такое паровые ядра чат кто знает я не очень понимаю что это такое на самом деле вот это кстати надо наверное мне включить уголь прям пипец но робот в этом плане выручает на угля конечно уходит из детс неимоверно много так что это такое еще один акт вандализма лондонцы снова замарали стены призывами покинуть город вместе с ними что вам сука не нравится объясните здесь все блять есть для жизни жрачка тепло куча помещение ресурсу постоянно добывается вы совсем дебилы ресурс только с экспедиция для чего для каких постройку нужен я вроде ни разу не видел чтобы он требовался для чего-то лет я не понимаю может быть я зря стеряю потому что надежда сразу падает может быть надо не стирать это же лишняя херня блять пиздеж который они пишут серьезно здесь так дохуя всего я не понимаю чё вам не нравится придурки тупые те кто пишет эту херню что им блин не нравится здесь всего дохрена город цветет и пахнет ополченцы избитая капитана дружинники стираж и надписи лоданцев подверглись нападению надо что-то сделать для защиты ваших граждан нужны стражники патрулирования улиц нужны стражники для ответного удара я не хочу разжигать конфликт а вы что это ну ладно нам все равно придется потому что надежду так или иначе надо повышать зато теперь мы хотя бы это сделаем с полезностью скажем так да а не на отъебись хорошо а куда еще надежда свалила видишь побили стражников из-за этого надежда свалила они перестали чувствовать себя безопасно но сейчас мы сделаем больше стражников так стражевые посты две штуки как раз все хорошо недовольство выросло наконец-то будет кому ловить преступников ну вот сейчас сделаем так хорошо ожидаем паровые ядра древесина памятник несправедливости в центре поселения вертикально поставлен большой камень кто-то высек слова на шершавой поверхности да простит бог гения что предпочел прогресс человеческой жизни ибо мы не простим изгнанник тесла града мы не тронем памятник на заберем жилища разберем жилище чтобы получить древесину я уже просто за немножко заплетать давненько стремлю уже ну вы понимаете когда очень долго базаришь постоянно же колония за стеной поехали чем дольше стримы чем тяжелее разговаривать аналогично так слушай ну-ка мы полностью здесь всех уберем а включим автоматрону то есть получается он один будет заниматься здесь всем на этой угольной шахте даже когда то есть он работает даже в таких местах это пиздатая штука мать твою этот робот он охуенен серьезно я просто могу освободить людей для того чтобы просто поставить их в те же самые вышки были на нахеренном серьезно он он очень время так строительство 1 максом не получилось давай пятерочку так для ну конечно нехватка лютая а почему мне его не засчитала а потому что на 2 сразу надо укомплектовая на 3 мм не хватает зараза людей из детства не хватает 4 3 4 5 а почему мили засчитала стражевые посты осталось времени два дня это что такое дозорная башня а это на тот это я на то сделал я понял так хорошо надежда немножко повышается это хорошо стражевые посты ладно хорошо давай сделаем стражевые посты хули сделать 15 день минус 50 но я вроде мощность постепенно изучаю все хорошо давай пока что мы уберем вот эти два временно да мне категорически сейчас пригодится древесина у нас эти остались все хорошо а древесина мне сейчас просто очень сильно нужна здесь троечка здесь робот все делает смотри как он прилип к этой штуке он с не взаимодействует просто прилипнув на один замещает всех рабочих робота хереной эй ёу так этих едоков естественно уменьшать количество нельзя и да пиздец важная штука если они сейчас начнут еще и голодать то это будет просто литейшая они так он почему-то голодает не хотят эти жрать больниц как не странно все-таки более-менее хватает так стрижевые посты давай сюда один и давай не знаю давай да да что не могу не могу давай вместо этого тут получается как раз продается дозорная башня хорошо а нет погоди к стоп что нихуя не понял подожди как тебя вот разобрать а ты должна я понял ты демонтируешься с какого-то времени а вот работают да подожди донять и демонтировать я просто не знал и просто сделай давай вот так тогда хорошо я без постов играл лист на лишние отраты людей но я хз но мне надо их построить иначе пиздец начнется потому что у меня просто необходимо за два дня с ними лишняя трата ресурсов тут на все я согласен но чё поделаешь попробую пробую так хорошо ребята делают еду это прекрасно так давай лесопилка сделаем пока что так еда просто есть вроде бы да все нормально так изучена технология лучшим улучшения мощность 2 так вроде как все хорошо он стал работать лучше до прохладно у них здесь ничего криминально ужасного у них тут нету улучшение радиуса давай вроде более-менее все супер голодных 10 не знаю почему но каждую ночь у меня выходит много охотников охотничьи эти самые я не уменьшал по количеству людей так что все супер у них вообще все шикарно минус 40 температура у них приемлемо 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 у них все отлично прям на персик вообще но угля 0 для вообще нет а делаешь что-то или что я не понимаю вроде как добывается достигнут лимит хранения смысле достигнут лимит хранения это как понять подожди а как это стоп чат поясни что такое лимит хранения у меня же вроде бы ресурс вместимости еще вон столько разве нет подожди влете я не понял стоп 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 я не понял подожди с этой хуйню я первый раз столкнулся чё делать надо так нахуй чё-то я не вдуплил ладно генератор отключается мать твою подожди так а что тебе не нравится разведчики достигли а почему выжившие так убирающие изгнанники некоторые изгнанники еще живы но и 2 и 2 мы пробуем доставить их в город но они могут умереть по дороге они один умирающий прижимал груди дневник а мы прочитали последнюю записку изгнанной из тас теслаграда еда и топливо заканчивается и мы послали самых сильных из нас за подмогой они не наша последняя надежда похоже это про тех бедняк американцев которых мы похоронили сопроводить их до города потому что мне нужны ресурсы у меня уголь не может добываться а вот сейчас подожди сейчас снова работает что-то я не понял достигнут лимит хранения поясни фразу лимит хранения у меня уголь не добывается как понять достигнут лимит хранения у меня угля 0 у меня на складах угля 0 как понять достигнут сука лимит хранения того мог подумать что у меня с угля будет такая жопа сейчас эти пацаны вернуться дадут мне немножко угля и прочего барахла гуля кстати они дадут нисколько не помню сорян бля так ну вроде бы он идет добывать я на это сильно блять надеюсь я не знаю нахуя я поставил этот склад я просто испугался может быть он что-то и дает нужно не меньше одного работника я не знаю что это значит то есть в этой штуке есть лимит хранения и надо забирать что ли или что я я не понимаю и тут же робот что ничего не делал я ничего блять не понимаю и здесь я с этим первый раз столкнулся я не понимаю я не был к этому готов он собирает а уголь не идет так идите к наверно пока сделаем так я не знаю других вариантов просто не вижу что сука такое лимит хранение что за что-то несешь наркоман поставь 1 робот не работник так он добывать здесь уголь он добывал все это время здесь уголь и вдруг внезапно перестал блять пиздец люди поддерживают стражу сэр людям больше не делая до надписи лоданцев как кое-кто начал приносить горячий суп стражникам тяжело смотреть как они патрулируют улицы в такой холод надписи сумасшедшие трусливые бедолаги вот и все я полностью согласен только в час без всего этого я думаю вам такой пиздец тут наступит бля но пока только прохладно ладно он просто поднимает уголь из земли наверх возле добытчика появляется куча которую нужно собирать рабочим вот что ты нарыл где ты вот то есть эту кучу надо собрать людям что ли блять вот как это работает сука я вообще не зл ёптва так я получается вообще уголь отсюда не забирал все это время я жил на том угля который у меня был вот почему у меня уголь кончился все это время я вообще не забирал угля я манал серьезно откуда я знал пиздец пиздец я же вообще не имел понятия ни малейшего я повезло с поцепле с потеплением чуть-чуть да повезло я кстати только сейчас заметил но это пиздец я реально не знал сейчас люди придут это хорошо надежда очень сильно угасает блять пиздец из-за этого угля я просто люто всрался я я просто лютейши всрался я просто не знал про это из-за этого надежда упала потому что мне пришлось стражников брать пришлось убрать срочно потому что я не знал про наличие угля таким способом то есть надо и на добычу и на таскане а как да кто вообще это знал я понятия не имел ах ты ж мать твою жесть конечно людей не хватает но видишь я еще плюс не знал некоторые моменты понятное дело автоматом не может заправиться сэр автоматом перестал работать потому что не смог подзаправиться от генератора логично пока что только первая мощность запустим этого вполне хватит ему еще подзарядка нужна и он тоже жрет уголь и в себя летит и конечно лютая жесть ёптвою мить эта игра просто убивает кирам вообще она насилует и уничтожает надо следить за всем что только можно следить делать это максимально вовремя и правильно людей где к не хватает и нельзя никого убрать но сейчас придут люди 35 человек пройдет эти сусаные лондонцы еще могут свалить ничего не имею против настоящих лондонцев я именно пройти к мелоду 35 нехило да сейчас они придут я быстренько размещение но у людей будет побольше размещу по всем дыркам скажем так ты еще в дополнение не играл да я вообще про сыграть его сегодня самый первый раз у меня не надо а а у у у у у охереть все что могу по этому поводу сказать это одна из самых сложных игр в утро играл именно такого жанра меньше суглю вообще никто не бывает но робот добывает но эти чуваки таскают опускай что поделаешь сейчас эти вернутся еды хотя бы добудут а для чего нужны инженеры они вот только в определенных местах работают там где они нужны там они работают да так если она посылает сюда инженера я что-то улучшаю или нет ну когда знаешь что да очень легко проходить пока не знаешь и не умеешь вообще забей это очень лёда так мне нужен нуколь давай братан паши так на робот работает всегда поэтому давай работой изучена технологии увеличения радиуса генератора она автоматически работает да я так понимаю все пока выключаем поле делать угля 24 блин мужики экономим экономим мать вашу из детска к себе прохладно низкий риск заболеть но прохладно это не смертельно ладно хорошо прохладно это не смертельно я так и не понял для чего эти паровые ядра но я так понимаю в будущем когда-то пригодятся так бру четыре часа придут пацаны дадут людей генератор отключается понимаю а холи поделать блин пока тридцатка надо экономить у нас между прочим охотников целая гора 30 человек охотиться они все равно не могут прокормить народ то есть еще надо людей для этого выделить это пиздец полнейший город уже не маленький так то я согласен с тобой а чё поделаешь он же должен расти развиваться как иначе ну прохладно это еще как я говорил терпимо хорошо так надежда растет хорошо хорошо стоять отмена на охрана улиц сэр пьяные мужчины нарушают покой толкали друг друга выкрикивали непривостоенности и обрисовали к женщинам на улицах стражники вмешались и выстрелили пьяниц пока никто не пострадал пусть протрезвеют я сейчас надежда люто нужна поэтому пока так так хорошо 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 но вроде как у меня все хватает более или менее настолько насколько возможно демонтажка так 44 человека десятка пятнашка 11 погибло замерзла на смерть 5 из да просто ёбаный в рот ёбаный в рот ладно это не страшно людей все равно стало больше зато меньше купить все поделать блин люди замерзли на смерть а так это не здешние люди замерзли на смерть это там в экспедиции так это я не виноват спишь подумал здесь несколько человек сегодня не проснулись они попросту замерзли на смерть пока спали в сильнейшем холоде по нет это все-таки здесь нехорошо получилось да f хочу поделать блин чё поделать а что блин поделать мне нужна еще охотничья хижина улучшенная лесопилка бля мне нужна улучшенная лесопилка улучшение склада ресурсов на складе ресурсов можно будет хранить на 50 процентов больше ресурсов термоизоляция роста добычи оптимизация добычи угля позволит внедрить улучшение повышающую эффективность лесопилок и паровых лесопилок на 25 процентов так теплица что это такое и здесь можно выращивать некоторые стойки и культуры получат до 30 еды в день улучшение улучшенные инструменты методы лечения позволяет составлять людей санитарных пунктах на 10 процентов быстрее барак хранилище для десяти человек защищенной от непогоды других вариантов у меня нет изучаем с дерева на угольки уже уже у меня здесь дерево де уголь 10 15 здесь работает собственно говоря автоматрон здесь 7 то есть вроде как и так по максималке сейчас собираю у огромное спасибо за просмотр друзья надеюсь вам все понравилось и вы не забудете поддержать это видео лайком и комментарием мне будет очень приятно также не забудьте заглянуть в описание под видео и подписаться на группу вконтакте потому что именно там идут анонсы стримов это среда суббота воскресенье в 19.00 по мск увидимся друзья буквально скоро